В наше время все чаще и чаще фиксируются вспышки различных инфекций. Существует множество их видов, но особой опасностью отличаются инфекции с различными типами передачи, в частности, энтеровирусная инфекция. Это группа острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могут вызывать возбудители рода энтеровирус. Данные вирусы очень устойчивы во внешней среде, их невозможно уничтожить замораживанием и сильными антисептиками, разбавленным этанолом или эфиром. Однако они погибают при термической обработке вследствие непереносимости температуры выше 50 градусов, при высушивании или использовании хлорсодержащих препаратов. Дети по своей природе крайне любопытны и часто могут находиться в местах обитания вируса. Резервуарами возбудителя могут быть почва, водоемы и организм человека. Например, в испражнениях вирусы сохраняются в течение 6 месяцев. Как показывает статистика, около 40% людей являются носителем инфекции. Способы передачи. Контактный – через предметы быта. Воздушно-капельный – присутствие вируса в дыхательной системе. Фекально-оральный – при некачественной личной гигиене. Наибольшую активность вирус проявляет в теплое время года – осенний и весенний период. Попав в организм, вирус переходит в лимфатические узлы, где начинают размножаться и распространяться. Коварность данной группы вирусов заключается в том, что клиническая картина бывает крайне неоднозначна. Часто отмечается легкая переносимость, недомогание, небольшая слабость. Но могут быть и опасные осложнения – поражение мягких оболочек мозга, органов желудочно-кишечного тракта и даже почек. Восприимчивость человека к вирусам данной группы достаточно высока, особенно для детей. Из-за возраста их организм не до конца сформирован и отчасти слаб. Наиболее опасные патологии – это менингит, поражение оболочек мозга, перикардит, воспаление перикарда, миокардит, воспаление миокарда, острый паралич, гепатит. Наименее серьезные – это лихорадка, возможные кожные высыпания, бессонница, гастроэнтерит, конъюнктивит, ангина. На данный момент существует несколько способов выявления возбудителя энтеровирусной инфекции. Иммунохимический метод заключается в нахождении в крови пациента антигенов. Вирусологический метод – выявление возбудителя в биологических жидкостях человека. Сирологический метод определяет инфекцию по наличию маркеров иммуноглобулинов. Молекулярно-биологический метод – выявление определенных фрагментов РНК вируса. В анализе крови можно увидеть такие изменения, как лейкоцитоз, гиперлейкоцитоз, нейтрофилез, эузинофилия и лимфоцитоз. Показатели зависят от стадии и тяжести заболевания. Четкого лечения данной инфекции нет. Оно проводится в домашних условиях при легком протекании. При наличии таких патологий, как поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, высокой температуры, которая не сбивается даже при использовании жаропонижающих препаратов, ребенка госпитализируют и лечат в лечебно-профилактическом учреждении. В период заболевания ребенок полностью изолируется, не контактирует с окружающим миром. Обязательно должно быть легкое питание с большим содержанием белков. Очень важно пить много жидкости, вода без газа. Препараты для лечения вируса. Интерфероны – противовирусный препарат, норофен – жаропонижающий, тавигил – антигистаминный, ножпа – спазмолитики. Профилактика крайне проста. Достаточно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после туалета и нахождения на улице, употреблять только фильтрованную или кипяченую воду. Ни в коем случае детям нельзя пить воду из открытых водоемов.